Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Я его уже прочитал, вот сейчас прочитаю еще раз, после, значит, дам свою обратную цель, возможно, даже еще раз прочитаю и буду давать комментарии, потому что здесь есть несколько важных моментов и деталей. Итак, помогите разобрать и понять ситуацию. Мы с супругом не расписаны, и моя инициатива уже в месяц 3 года. В прошлом году у нас родился малыш, у него больного сердца, предстоит операция. Я работаю, как родила обычно работают, у мужа постоянно проблемы с работой. Выйдет, отработает максимум полгода, год и уходит. То начальник недоплатил, как договорились, что люди есть плохие, он с ними работать не хочет и так далее. Живем мы в доме с его родителями, так как мне работодатель доплачивает за жилье. Договорились, что пока он не работает, деньги буду давать ему и на свет предлагаться заводу тоже. 3 года платила. Теперь, когда я заложил разговор о работе, пытаюсь спокойно поговорить, так как прошло уже больше года, как он не работает, у нас все превращается в скандал. Один раз находила ему работу, он ушел, там надо было напрягаться. Сейчас отдала документы его через свою фирму, пытаясь найти работу. Мне тяжело, я не могу уйти в отпуск по уходу за ребенком, так как приходится работать, зарабатывать деньги, чтобы обеспечить семью. С ребенком помогает моя мама. Его родители не помогают, хотя живут лучше, чем мои родители. Две квартиры, также большие земельные участки. Однажды его отец заявил, продай свою квартиру в Москве, построю дом на участке. Даже игрушку-ребенку не купили. Его родители заявили о том, что за апрель месяц они платят за газ, воду, свет. Они постоянно им пользуются, меня и дома не бывают. Муж ревнует без повода. Заявил о том, что он устал. Говорит, дай мне свою зарплату. Я распоряжусь как надо. Плачу ипотеку, помогаю родителям своим ребенку. Ему недавно закрыла очередной кредит по дебетовой карте. Куть назад накопила на машину. Оформлено на него, сказал, что будет заниматься машинами. В итоге пришлось продать. Никакими машинами он заниматься не стал. Потом он пошел сдавать на категорию, чтобы возить в Грузии. Оплатила. Пришла точка кипения, когда он сказал, что мне копейки не даст, когда найдет работу. Вообще мне лучше съехать, так как мои вещи могут отдаться на улице. Я решил искать квартиру и съехать в нормальные условия. Я чувствую, что теряю силы и себя. А еще мне надо пройти операцию с ребенком. Я люблю этого человека. Мне очень больно, когда этот человек говорит о том, что как только я съеду, он едет от родителей и будет жить для себя. Но не так ничем не обременен. Его никто не напрягает. Делает, что хочет. Не понимаю, как мне дальше с этим жить и есть ли выход из этой ситуации. Как себя вести. Если его родители меня говорили, это пустую. Они в стороне. Он начал меня шантажировать. Говорит, что мне устроят, приедет на работу. Всем все расскажет. Несмотря на то, что я поддерживал его в сложные моменты. Как быть? Какое тип поведения выбрать? Как мне с ним себя вести? Мне сложно удалось решение с приездом, но вижу, что надо переезжать. Заранее благодарю за разбор ситуации. Ну что же. Сначала я бы хотел обратить внимание на несколько моментов. Общих моментов. Есть ощущение, что вы, как вам уже сказали, все тащите на себя. В психологии подобная модель поведения характеризуется сценарием Матушка Хабарда. Вот. На всякий случай повторю. Матушка Хабарда. Да? Вот. Это образ, собирательный образ человека, который в общем и целом все несет на себе. Который все тащит на себе. Вот. Такой человек чувствует одиночество, усталость, неоцененность, обиду и в целом ему сложно, ну вот, ну скажем так, налаживать общение с людьми. Что в целом вот есть такая проблематика. Это первое. Это первое. На что я бы хотел обратить ваше внимание. Второе, на что я хотел обратить ваше внимание, это то, что, да, чувствуется, что у вас действительно много обиды. Накопилось много злости, много боли у вас есть. И, конечно, это боль, это обида. Нуждаются, скажем так, в выражении. Да? Вот. Ну то есть нуждаются в том, чтобы это выразить. Потому что пока это не выражено, это будет вас разрушать изнутри. Вот. Высказать у вас это, судя по всему, как-то вербализовать это возможности нет. А с этим нет возможности и почувствовать себя собой. То есть нет возможности отреагировать именно то, что, ну, именно то, что происходит с вами. Вот. Нет возможности отреагировать именно то, что вы хотите. К сожалению. Потому что, ну, вероятно, вы и формулировать это не можете пока что. Дальше. Что касается вашего мужа, то, на мой взгляд, муж ваш, ввиду такой вашей активности и ввиду вашей успешности, с вами пытается конкурировать. Вот. И, соответственно, вот то, что вы описываете является, ну, как будто бы проявлением, ну, проявлением, скажем так, его желание, именно желание, ну, с вами как-то вот бороться, да, с вами как-то вот конкурировать и желание вам что-то доказывать. Вот. То есть ваш муж почему-то демотивирован и, соответственно, у подобной демотивации есть свои причины. Это очень важный момент. Теперь более подробно разберем. Мы с супругом не расписаны, моя инициатива. Вот здесь сразу противоречия. Хотя вам, может быть, покажется это странным, что я скажу, но, тем не менее, я должен это озвучить. Если вы не расписаны, ну, со своим супругом, то вы не являетесь, ну, собственно говоря, супругами. Ну, то есть вы не супруги, если вы не расписаны. Вы сожители. То есть вот давайте называть вещи для начала своими именами. Вот. То есть вы не супруги. То первое. Следующий аспект. Если вы говорите о том, что вы не расписаны, то у меня невольно возникает к вам вопрос. А почему вы не расписаны? Не в том смысле, что вы должны быть расписаны. Не в том смысле, что вы обязаны расписаться. А в том смысле, ну, почему вы не расписаны. Это ваша инициатива, да. Но чем она обусловлена? С чем обусловлена такая ваша инициатива? Вот в данном случае, что важно. То есть вы не доверяете своему мужу. Вы не уверены в своих чувствах к нему. Или что? То есть с чем, повторюсь, с чем связано то, что вы не расписаны? Вы говорите вроде как, что любите его. Вы говорите вроде как, что у вас к нему есть чувства. Но вы не расписаны. И я не знаю, конечно, насколько это оказывает или может оказывать влияние на ваши отношения. Но поскольку, условно говоря, эта тема всплыла, то я бы хотел на нее обратить внимание. Вот. То есть нет, по сути, у вас здесь, как бы, ну, вот что-то вроде такой, знаете, узаконенности, как бы, отношений, да. То есть взятия на себя ответственности. И, как это не парадоксально, но ваш муж ведет себя ровно так, как ведет себя сожитель. Если на вас не заботится, он ничего не делает, судя по тому, что я вижу, для ребенка. И это поведение сожителя. Это не поведение мужа. Да? Ну, не поведение именно мужа. Опять же, я не считаю, что ваш муж должен, например, вести себя, ну, скажем так, по-другому. Вот. Я так не считаю. Я думаю, что человек ведет себя в целом так, как он может себя вести, и человек ведет себя в целом так, как он хочет себя, хочет себя вести. Я не думаю, что, вот, в данном случае можно говорить о том, что, ну, вот, что он должен вести себя как ты иначе. Я бы сказал, что подобное требование вам мешает. Вот. Ну, и, по сути, вы говорите о том, что, как бы, человек безответственный, да, но вот тут вот вы в этом смысле, значит, на мой взгляд, проявляете некоторую безответственность сами в смысле того, что, ну, вот, позволяете себе в этом смысле проживать, значит, ну, по сути, сожителя. Вот. А требуете при этом вы от него поведение мужа. Вот. При том, что человек, ну, сам, насколько я могу, ну, судить, не изъявляет особенного желания быть вот вашим, ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, вот. Дальше. Дальше идём. Значит, уже вместе три года. Смотрите. Вот вы пишете о том, что вместе вы три года. Это, конечно, не маленький срок, что вы вместе три года, но что вас объединяет, что вас связывает друг с другом? То есть, как вы сошлись? Просто в данном случае, на данный момент, судя по вашим словам, получается такая ситуация, что вы... Чуть ли не чужие люди. Друг другу. Вот. То есть, у вас, ну, вообще, разные взгляды на жизнь, у вас разные, ну, ценности. У вас разные, ну, приоритеты в жизни. Вот. И волей-неволей это вызывает вопрос, а что у вас общего? Что у вас общего? Что общего между вами? Не в том смысле, общего ничего нет, а в том смысле, что непонятно, что вас объединяет. То есть, вот вы говорите, да, что вы вместе, ну, вместе три года. Вот. Это здорово. Это здорово, что вы вместе три года. Но вопрос, вопрос заключается в том, что это за три года вместе. Вот. И вопрос заключается в том, ну, насколько вы, вот, в этом смысле друг друга чувствуете, понимаете, ощущаете. И так далее. То есть, если вот, эм, такая история здесь у вас. Дальше. Родился малыш, у него больное сердце, предстоит операция. Эм, значит, эм, что для вас ребенок? Эм, что для вашего мужа ребенок? Ну, то есть, вот, вот, буквально значение, буквально значение, значение для вас и значение для мужа ребенка. Вот. Это очень важно. Потому что нужно понимать, какое место в психологической жизни вашей занимает ребёнок, в психологической жизни как вашей, так и вашего мужа. Вы говорите о том, что ребёнок болен. Это очень грустно, очень печально. Вот, я вам сочувствую, но есть одно но. Дело в том, что мужчина, вот именно мужчина, да, мужчина, может болезненно реагировать на то, что с его ребёнком что-то не так. То есть мужчина может реагировать на это крайне болезненно. Потому что для мужчины, для мужчины, ну вот в какой-то степени характерно ребёнка, ну в смысле вот тоже, какой его ребёнок, да, каков его ребёнок принимать на себя. То есть если, там, с моим ребёнком, ну, всё в порядке, да, то и со мной всё в порядке. Если с моим ребёнком что-то не так, то и, значит, ну и со мной, и со мной тоже что-то не так. Вот. И к этому нужно относиться, на мой взгляд, весьма, весьма, ну, скажем так, с пониманием, то есть как ваш муж переживает и проживает то, что вот произошло с вашим малышом, вот, как ему в этом. Говорили ли вы с ним об этом? Или мучь, предпочитает просто отмалчиваться, предпочитает просто вот, ну, вообще, как бы, ну, вообще ничего не говорить, да, вообще ничего, там, не делать, не комментировать, и предпочитает, как-то, короче говоря, избегать этой темы. Вот. Но в любом случае, в любом случае, это очень важно. Вот. Потому что, потому что, тема детей, ну, вот, родными, да, их близкими, да, проживает очень болезненно, вот. И если, например, ваш муж ничего об этом не говорит, это не значит, что его не волнует. Может быть, его не волнует, может быть. Но, тем не менее, может и волнует. Естественно, что пока мы этого не знаем. Вот. То есть, ну, вот, пока мы с вами, например, не поговорили, да, пока не сделали анализ отношений с мужем и так далее, ну, мы не можем об этом сказать. Я работаю, как регула вышла работать. Опять же, здесь и дальше, к сожалению, то, что вы описываете, является нарушением ваших личных границ. То есть, вы действительно могли выйти работать, ну, если, как бы, если хотите этого. Но вы это делаете по необходимости, судя по всему. Судя по всему, вы это делаете из-за того, что никто другой, кроме вас, судя по вашим словам, этого не сделает. Это можете сделать, это можете сделать только вы. так вот, какова субъективная сторона ваша, то есть, каково ваше отношение к тому, что вы вывезли работать, помимо того, что это необходимо. У мужа постоянные проблемы с работой. Выйдет от работы максимум полгода-год и уходит, у начальника доплатил, как договорились, что люди есть плохие, он с ними работать не хочет и т.д. Выглядит это, как жалоба на мужа. Выглядит это, как то, что вы на него жалуетесь. Выглядит это, как то, что вы не принимаете его в такую черту. Но самое, пожалуй, главное здесь заключается в том, что вы же с ним, по сути, как-то познакомились. И я не думаю, что он таким стал только сейчас. Я так не думаю. Я думаю, что ваш муж таким был. Только только вы по ряду причин, ну вот, предпочитали не замечать того, что он такой. Видимо, вы, ну, как там, надеялись на то, что человек будет другим. Вы надеялись на то, что человек изменится. Ну вот, судя по тому, что я вижу, судя по тому, что я наблюдаю, вот есть у меня такое ощущение, что вы надеялись и ждали и, ну, продолжаете надеяться и продолжаете ждать, вот, что человек будет, ну, другим. То есть, вы пропустили, вот, ну, в начале отношений, да, своих, получается, вы пропустили то, что вам не нравится. Ну, в супруге, да, вы просто вот пропустили. Самый главный вопрос, который здесь нужно задать тебе, заключается в следующем. Что меня смотивировало пропустить это? Ну, вот, буквально, что меня смотивировало пропустить то, что человек, ну, немножечко не соответствует, как бы, ну, вот тому, что мне хочется. Что смотивировало пренебречь моими ценностями? Что смотивировало меня пренебречь моими приоритетами? Потому что, потому что, то, что вы сейчас описываете, это следствие пренебрежения. Ну, пренебрежения вами собой, по большому силу. Вот. Не так важно, не так важно на самом деле, согласны ли вы с этим или нет. Я думаю, что конкретно здесь речь идет о том, что вы не, ну, на самом деле, не привыкли замечать, как я уже сказал, свои границы. Ну, вы довольно быстро, довольно стремительно и, на мой взгляд, невнимательно берете на себя, ну, вот, много всего. Вы себе каждый раз это объясняете, конечно. Вот. Вы себе каждый раз объясняете, почему вы это делаете. Но, на мой взгляд, объяснения не так важны, как, собственно, то, что это происходит. Это реально. Понимаете, да? Дальше. Живем мы в доме с его родителями, так как мне работодатель доплачивает за жилье. Ну, здесь имеется в виду, имеется в виду, что вы сэкономили. То есть, вы предпочли, значит, жить в квартире с родителями мужа в доме. Вы предпочли жить в доме с родителями вашего мужа, потому что работодатель доплачивает вам за жилье. Вот. Ну, понимаете, да? Какая история. И это тоже момент. Ну, как мне, как мне, как мне видится. Вот. Понимаете, понимаете, да? Дальше. Договорились, что пока он не работает, деньги будут отдавать ему из-за света газовой. тоже 3 года платила. Я вот тут надо сказать, тоже не очень понял, как вы договариваетесь. То есть, чем обусловлен такой договор? Дело в том, что, например, с моей позиции, вот как я это вижу, деньги должны быть у того, кто работает, а не у того, кто не работает. Чем обусловлен такой договор, не ясно. Что получаете вы от такого договора? Для меня не ясно тоже. Ну, то есть, что конкретно вы получаете. Муж получает, что понятно, а что получаете вы? Непонятно. Непонятно в данном случае. Ну, а договор предполагает как-то вот взаимную выгоду. То есть, чем это выгодно вам? Ну, в первую очередь, чем это выгодно вам? И, ну, есть ли это выгода для вас? Если да, то какая, ну, конкретно вот, конкретно какая и в чем она проявляется эта выгода? И какая выгода, ну, собственно, вашему мужу от этого? Вот. Я, если честно, не очень пока понимаю и не очень наблюдаю. Вот. То есть, вы договорились вроде бы, а дальше-то чего? Понимаете, понимаете, да, в чем, в чем, в чем, в чем вот, в чем штука там здесь? Дальше. Так, теперь, когда я завожу разговор про работу, пытаюсь спокойно поговорить, так как прошло еще больше года, как он не работает, у нас все продолжается скандал. Ну, смотрите. Смотрите, какая штука. Скандал. Скандал это такая психологическая игра, в которой участвуют два человека. То есть... вы работали. И вы участвуете в... Скандале. Вот. Вы тоже участвуете в скандале. Вы тоже вносите, получается, вклад. в серв. Мне интересно, какой вы вносите вклад в серв? Ну вот, конкретно вы какой вносите вклад? Конкретно вы что делаете для того, чтобы ссора стала возможной? Да, муж со своей стороны действительно может скандалить, но и вы тоже скандалите. И то, что вы скандалите, для меня, лично, означает тот факт, что у вас, ну вот, что-то накапливается, то есть накапливается какое-то, ну, неудовольствие, вероятно. Накапливается, ну, накапливаются какие-то чувства, ну, негативные, которые вы сдерживаете, вот, а дальше просто, ну, позволяете себе их выразить. Ну вот, таким образом. То есть, здесь встаёт вопрос о том, как вы, как вы сами, обращаетесь со своими эмоциями. Вот. И что стоит за, ну, за ссорой, что стоит за, ну, скандалом и так далее. Именно с вашей стороны. Потому что, когда вы говорите, что всё превращается в скандал, когда вы, ну, вот, ну, вот так, когда вы вот так говорите, что как-то неясно, что вы делаете для того, чтобы это стало возможно. А это, это возможно. Ну, то есть, в смысле того, что вы вносите вклад в это. Только, только я, только я, конечно, вот, пока не понимаю, какой, какой вклад. Но то, что вы вносите в вклад, это 100%. Я повторюсь, мне интересно, какой вклад вы вносите в конфликт. Чтобы лучше разобраться, я бы рекомендовал вам поисследовать психологическую игру «Скандал». Она так и называется. Так и называется «Скандал». Вот. «Скандал». «Извешите. Я думаю, что какие-то вещи вам будут более понятны». Один раз находил ему работу, он ушёл, там надо было напрягаться. Сейчас отдала документы его через свою фирму, пытаюсь найти работу. Опять же, как вы к этому пришли? Как вы пришли к тому, чтобы искать работу, ну, взрослому человеку? Вот. Вот что мне, вот что, ну, мне интересно. Делаете ли вы это и желание ему помочь, потому что у нас просто не может, например, сам, ну, не может сам, ну, найти работу. То есть, ну, не может как-то, ну, реализовать, скажем так, то, что, к примеру, ну, ему интересно, допустим. Или в какой-то момент вы решили, ну, просто вот помочь ему в какой-то момент вы просто решили, ну, взять ситуацию как бы в свои руки. Вот. Вот это интересно. Вот это интересно. Интересно то, как вы приходите к тому, чтобы искать вашему мужу работу. в какой-то момент, понимаете, да, в чем, в чем вот, ну, в чем штука. То есть, такое ощущение, такое чувство, по крайней мере, такое чувство есть, что вы это делаете все, ну, чуть ли не, чуть ли не самостоятельно, да, не особо, как бы спрашивая, да, нужно ли это вашему мужу, или это больше нужно вам. То есть, вот, ну, как бы, для чего это все? Понимаете, да, какая же, какая же ссора? Да. Дальше. Мне тяжело, я не могу идти в отпуск с ребенком, так как приходится работать, зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать семью. Да, я понимаю, только вы здесь все тащите на себе, объясняю это необходимостью. Но вы же в этой ситуации как-то оказались, благодаря чему-то вы в этой ситуации оказались. Вот. Рожая ребенка человеком, который не особо интересуется, скажем так, ну, работой и так далее. Рожая ребенка от человека, который, судя по вашему описанию, не является для вас даже мужем. Ну вот, судя по, опять же, судя по, опять же, тому, что вы описываете, я могу судить. Вот. Я думаю, что у этого есть определенная модель поведения. Я думаю, что у этого есть определенный подход. То есть, это системное, ну, поведение. Ваше системное поведение. И у меня вопрос. Благодаря чему и как это возможно? Дальше. С ребенком помогает моя мама, а его родители не помогают. Хотя живут лучше, чем мои родители. Две квартиры и так далее. Окей, его родители не помогают, а должны помогать. То есть, откуда у вас есть, ну, такая позиция, что они вот должны помогать. Откуда? Ну, ну, такая точка зрения. Когда вы рожали ребенка или когда только собирались, вы тоже думали, что родители будут помогать? Или как? Указывало ли что-то, что, ну, что родители ваши, ой, родители вашего мужа будут это делать? То есть, понимаете, вот, вопрос. Вопросов? Вопросов? Ну, я бы сказал, что, вот, довольно много вопросов. Ну, вот, ну, вот, в данном случае. Дальше. Однажды я сказал, продавай свою квартиру в Москве, построю дом на участке, даже игручки ребенку не купили. Это вы к чему? Это вы к чему? Это вы к чему? Жалуетесь на родителей своего мужа. Точнее, сожителя. Это вы про то, что, ну, ждали другого поведения от него. От них, точнее. От них. Вот. То есть, про, ну, про что здесь? Не история ли случайно? Это про то, что вы как будто бы все время ждете одного от людей. А они как будто бы, ну, вот, ваши ожидания, я бы сказал, ну, не обрадовывают, что ли. Вот. То есть, не об этом ли здесь идет речь? А если, если об этом, то это уже немножечко другая история. Это история про то, что у вас к себе довольно много требований. Да. И эти требования вы, как бы, переносите на, ну, на других людей. Вот. Судя, судя по, судя по тому, что я могу в данном случае видеть, к, ну, к сожалению. То есть, вы к себе требовательны и ждете, как бы, ну, такой же требовательности от других. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно в первую очередь обратить внимание на то, как вы относитесь к себе. Дальше. Они постоянно им пользуются, кто они, кем им, вашим мужем, его родителям. То есть, подразумевается, что он сам, ну, как бы, ни за что не отвечает, да, и ничего не решает. Это вы обесцениваете в данном случае своего супруга-то? Муч, ревнует без поводов. Ну, уверен в себе, опять же, конкурирует. Заявил о том, что он устал. Говорит, отдай мне свою зарплату и я распоряжусь, как надо. На мой взгляд, это связано с тем, что он почему-то считает, что может, вот именно может вас об этом попросить. Вот мне бы, конечно, очень бы хотелось увидеть, а как он приходит к тому, что вас об этом можно попросить. Вот что мне интересно. То есть, как-то вы своим поведением даете ему понять, что можно вас такое попросить. Вот я бы хотел и постараться разобраться с этим. как же, как же, как же, как же такой, такой возможностям. Как и, ну, благодаря чему такое возможностям. Вот это мне очень интересно, потому что очевидно, что в какой-то момент вы себя упускаете. Очевидно, что в какой-то момент вы про себя забываете. очевидно, что в какой-то момент вы к себе становитесь невнимательны. и очевидно, что вам это рассматривается как своего рода слабость, из-за чего слабости вы себе, вероятно, еще больше потом не позволяете, а в итоге чувствуете истощение. Вот. Пока видится мне это, ну, вот, таким образом. Примерно. Хотя я, конечно, могу, могу в данном случае что-то упустить и, скорее всего, упускать. Дальше. Плачусь в потеку, помогая родителям своим, родителям, своему ребенку, и ему недавно закрыли очередной кредит по дебетовой карте. Да, а зачем, зачем это идет? То есть вы помогаете всем. Окей. А на себя что? То есть, понимаете, вот такое ощущение, да, что вы себя на последнее место ставите. И, как вам сказала одна из моих коллег, человек, который все делает для других, задает ощущение, что ему для себя ничего не надо. Дальше. Год назад накопили на машину, оформили на него, сказал, что будет заниматься машинами. Понимаете, да? То есть вы, вот, отдали, значит, мужчине машину, на которую накопили на машину. Каким образом? Ну, каким образом это возможно? Как? Как для вас это возможно? Понимаете? Вот это я хотел, хотел, хотел спросить. Ведете ли вы себя как женщину, когда, ну, отдаете что-то с удовлетворяю на машину. А… мужчине? Машину? Мэкапэрой umbrella, мэкапили в странах. Вот что интересно. Чувствует ли себя, чувствует ли себя мужчина мужчиной, когда вы отдаете ему машину твою, на которую, как он знает, заработал, условно говоря, не он, а вы. То есть, понимаете, да, здесь такая вот довольно деструктивная и поручная модель отношений складывается, совсем не гендерная, совсем. А другая? К сожалению. И это, на мой взгляд? Ну, серьезная проблема. Как мне кажется. Потому что мужчина себя со своими, получается, родителями чувствует ребенка. И с вами он тоже не чувствует себя самостоятельно. Потому что вы не о себе заявляете, да, и не о себе думаете. А вы пытаетесь сделать так, чтобы он, условно говоря, начал что-то делать. Чтобы он изменился. Ну, любовь проявляется немножечко не так. Понимаете, да? Вот. Значит, он вы говорит, что продал, значит, машину, потому что он не стал машинами заниматься. Вот. Я бы хотел тут только немного уточнить, что произошло. Вот. Потом он пошел сдавать на категорию, чтобы лазить Грузия оплатила. Да? То есть вы вот как-то вот его содержите. Для чего? Это не любовь, это привязанность. Это напоминает зависимость от человека. Вот. А самое главное, самое главное, на что здесь вот хочется обратить ваше внимание, это на то, что... Как правило, такая позиция связана с тем, что человек очень боится показаться слабее, чем он ест на самом деле. Вы, иными словами, боитесь показаться слабее, чем вы ест. Дальше. Пришла точка Пинни, когда он сказал, что мне копейки не дать, когда она идет работать, что вообще мне лучше всех, когда как новейшие могут остаться на улице. Не очень понятно, чем эта фраза, ну, как бы ее контекст. Да, сама по себе фраза звучит ужасно. Но контекст этой фразы не ест. Что вот просто все было нормально, 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 и потом он как бы хопа и сказал так. Согласитесь, это немного странно. Вот вы пишите, я решил искать квартиру и съехать в нормальные условия. Интересно. А те условия, в которых вы живете, они не нормальные. А чем они вам не нравятся? А ради чего вы в них находились? Да? Я чувствую, что теряю силы и себя, правильно? Потому что вы все для всех, ничего для себя, и личные границы вас размыты. Мне еще надо пройти операцию с ребенком. Я понимаю, это тяжело. Я люблю этого человека. А как это проявляется? Как проявляется любовь? Вот мой коллега у вас уже спрашивал об этом. Как это выражается? В чем? В том, что вы оплачиваете за него что-то? В том, что вы его кредиты закрываете? Это не любовь. Вы его как будто покупаете, чтобы он был с вами. Мне очень больно, когда человек говорит о том, что как только я съеду, он уедет от родителей и будет жить для себя. Вам больно, вам больно. И я вас, ну вот, в принципе, я вас понимаю. Я понимаю, что вам больно, но... Но. Есть один нюанс. А именно. Больно-то вам от чего? Больно-то вам от чего? Больно вам не из-за... Не из-за жалости, ой, не из-за зависти к себе. Вам больно. То есть, если вы чувствуете себя сами не свободной, то, естественно, вы будете завидовать человеку, который, ну, живет свободно. И если вы не можете делать то, что хотите, то, естественно, вам будет больно, если кто-то будет так жить. То есть, давайте разберем, что в этой боли, что в ней. Он и так ничем не обременен, его никто не напрягает, делает, что хочет. Не понимаю, как мне дальше с этим жить и есть выход из этой ситуации. Вот. То есть, вы не ставите человека перед фактом своих желаний, перед фактом своих потребностей. Да, вы не говорите ему о том, чего хотите. Я очень молчу про ваше свободное время, как вы его проводите. Про вашу интимную жизнь. Как она, как она протекает. Да? Вот. Не понимаю, как дальше жить и как себя вести. А как себя вести, чтобы что? Какая цель? Его родителям я говорил, это в пустую, а не в стране. Вот. Еще одна сторона родительской позиции, это попытка привлечь третьих лиц. Вот. Он начал меня шантажировать, говорит, что меня устроит, приедет на работу, все все расскажет, несмотря на то, что поддерживает его в сложный момент. А что именно расскажет? Вот. Что он такого может рассказать-то? За что вам стыдно? Вот понимаете, да? У родителя всегда есть стыд. У суперсильного человека, который должен все всем, всегда есть стыд. Всегда есть вот это вот непринятие чего-то в себе. Вот и вы что-то в себе не принимаете. Испытывайте за это вину. Транслируйте... Транслируйте ее другим людям, и другие люди к вам вот так относятся. Вот. Чего вам муста... Чего муста может рассказать на работе такого? Как быть? Как быть, чтобы что? Какой тип поведения выбрать? А мы выбираем из чего? Ну вот, буквально из чего мы выбираем. Если говорить о том, что происходит сейчас, то мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович вам у него все расписал. То вы ведете себя как мать. Ну, буквально у вас есть ребенок. И вы не ведете себя как... Как женщина. И вы не ведете себя как, ну... Личность, которая знает себе цену. К сожалению. Как с ним себя вести? Что бы что? Как вести себя что бы что? Лучшее, что вы можете сделать, это начать, на мой взгляд, знакомить человека с собой. Знакомить его со своим внутренним миром. С своими переживаниями. Которые никак не приводят к скандалу. Мне сложно удалось решение с переездом, но вижу, что надо переехать. Просто для уточнения. А в чем сложность? В чем сложность решения с переездом? Вы сами сказали, что там нормальные условия. Вы сами сказали, что там, ну, очевидно, вам лучше. Так в чем сложность? Не в том ли сложность, что вам кажется, что вы одна будете? Не в том ли сложно, что вам кажется, что вы не справитесь? Вот. Это очень важно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Безусловно, вам нужна поддержка. Безусловно, вам нужен туннель для выражения и отреагирования своих чувств, своих эмоций. Так вы сможете себя обрести. И, безусловно, вам необходима психотерапия для того, чтобы скорректировать те проблемные моменты, которые у вас имеются. В частности, в частности, это всего лишь предположение, я могу ошибаться, но на эту мысль меня навела ваша фраза о том, что с ребенком помогает мама. Я подумал, что вы, живя с мамой, ну, раньше, и, вероятно, не общаясь или, может быть, потеряв отца, специфически воспринимаете мыши. Вы мужчин воспринимаете специфически в том смысле, что, ну, вероятно, ваша мама такая, она, может быть, как сильный, в смысле, такой же, как вы, да, она может быть. Может, и наоборот. Может быть, история, что она, наоборот, слабая. И вы на ее фоне сильно. Тут нужно смотреть. Но специфика восприятия мужчин заключается в том, что, как бы, вы воспринимаете человека как заготовку. Многое додумываете сами. Образ человека дорисовываете. Это серьезная проблема. Это нормально при влюбленности. Это нормально при страсти. Но это не совсем нормально, когда речь идет о совместном проживании, о хозяйстве, о деньгах и о ребенке. Причем больном. Понимаете? То есть, вот такое ощущение, что вы сейчас переживаете факт разочарования своего мужа, вот, переживаете факт того, что он вас разочаровал, и пытаетесь свой образ, как бы, ну, отстоять. Не отказываетесь от него. И вот эту привязанность к образу вы называете, судя по всему, любовью. Вот. Может быть, я ошибаюсь, но выглядит это так. Поэтому вспомните, вспомните, чем вы понравились своему мужу в начале, ну, в начале отношений. Чем вы ему понравились, чем он вам понравился. Вспомните. Какие модели поведения были тогда. Сейчас, да. Сейчас у вас очень мало времени может быть. Но, тем не менее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен, значит, за обратную связь. Всего вам самого доброго и удачи.